В это воскресенье около двух миллионов жителей Косово, имеющих право голоса, выберут новый парламент. В избирательных списках 28 политических сил. Вся опроса прогнозирует победу партии самоопределения ее лидера Альбина Курти. Бывший премьер-министр баллотируется вместе с исполняющей обязанности президента в Йоса и Османии. Время референдума настало. 14 февраля вы проголосуете за светлое будущее, за которое будем отвечать мы. В Йоса в качестве президента и я в качестве премьер-министра. Мы будем преданы вам и будем служить вам. Поверьте, в Йосе и мне. Однако главный приз кресла премьер-министра надеются завоевать все партийные лидеры. Я единственный серьезный кандидат на пост премьер-министра, чье имя станет известно в понедельник, 15 февраля. Другие не имеют права находиться в списке. Полагаю, вы понимаете, что они даже не могут быть кандидатами. Демократическая Лига Косова, правящая партия с июня прошлого года, была свергнута Конституционным судом, но все еще возлагает большие надежды на победу. Мы ожидаем получить первое место, причем с подавляющим большинством голосов. Я гарантирую, что в воскресенье станут ясны результаты подлинных опросов. Борьба с коррупцией, спад экономики в результате пандемии и диалог Сербии станут главными задачами нового правительства. Местное население Косова ожидает от следующего правительства после этих выборов в первую очередь борьбы с коррупцией. Что же касается международной арены, от новой элиты, которая получит власть после 14 февраля, ждут подписания окончательного соглашения с Сербией. Как считают наблюдатели, выборы нового президента сыграют огромную роль в формировании правящей коалиции. Некоторые кандидаты четко заявили о своих намерениях занять кресло главы частично признанного Косова. «Мы сохраним равновесие, мы сохраним нашу парламентскую демократию, разделение властей – на законодательную, судебную, исполнительную и даже президентскую». Ожидается, что результаты воскресных выборов не станут большим сюрпризом для бывшего премьер-министра Альбина Курти, который победил на выборах в октябре 2019 года, несмотря на то, что его правительство было свергнуто уже через 51 день после выражения недоверия парламентам.